Девушки отдыхают Я не знаю, почему он разделил дом на две части И теперь адвокат мне сказал, что я должна прийти и жить в ваш дом Но я не хочу, потому что там умер человек Я так боюсь мертвецов А вдруг призрак мертвеца будет меня преследовать? Мертвые не могут навредить Марии Мерседес, в отличие от живых Ну, раз ты так плохо обо мне думаешь, то я тебя еще устрою Вот приду в твой дом, и вы у меня все там попляшете Хотя мне не нравится ваш дом, он пахнет мертвецами Ты еще и сменишь свое мнение? Ни за что на свете Почему ты меня не понимаешь? Ведь я хотела быть твоим другом И была благодарна тебе за то, что ты спас моего братика Да, я неграмотная бедная девушка Но у меня большое сердце А ты меня всегда обижаешь Тогда докажи это Что я должна для этого сделать? Извини, но у меня нет на это времени Подожди Подонок Добрый день, адвокат Вы сказали, что мы пойдем в банк Ты из-за чего-то страдаешь, Мария Мерседес? Нет Все в порядке, адвокат Хорошо, тогда идем Да, пойдемте Субтитры создавал DimaTorzok Ну как вам, сеньора Дель Ольма Вам нравится? Да, все замечательно Мадам Нати И я намерена сделать большие закупки Для себя и своих детей Не надо, я сама спущусь Скажите-ка, адвокат А здесь все знают Сантьяго? Да, здесь хранятся все его деньги Ух ты, как здесь здорово Теперь вы будете часто сюда приходить Точно? Очень приятно, адвокат Порталис Садитесь Вы сказали, что привезете вдову Сантьяго Дель Ольма Знакомьтесь, это она Господи, где же мама ходит? Ай, братик Ай, как ты меня напугал Почему ты такая нервная, Дигна? Ничего Где мама? Разве ее нет дома? Куда она пошла? Она сказала Что нашла кучу денег в комнате Сантьяго Видно, она там копалась и в вещах И нашла А потом пошла по магазинам, чтобы купить новую одежду Я так волнуюсь за нее Неудивительно, учитывая все, что она пережила в последнее время Хорхел, я так боюсь Чего же ты боишься, Дигна? Как бы она не наделала каких-нибудь глупостей Как я уже сказал вам по телефону Я хочу открыть счет на имя этой сеньоры Чтобы ей выдали чековую книжку Вы принесли документы? Конечно Передайте, пожалуйста, эти документы на проверку В юридический департамент И как долго нам ждать ответа? Не больше получаса Тогда на это время мы, сеньор, отлучимся Мария Мерседес Сходим в кафе на это время И поговорим Да, конечно, пойдемте Неужели эта оборванка и есть, Давада Лельма? Это очень странно Успокойся, сестра Если мама сказала, что пройдется по магазинам, значит так оно и есть Будем на это надеяться Дигна Скажи мне, что ты думаешь о продавщице лотерейных билетов? Теперь вам выдадут чековую книжку По которой вы будете получать деньги Ну как это? Каждый раз, когда вам понадобится определенная сумма Будете выписывать чек из книжки Вставлять нужную сумму Ставить подпись Затем отрывать листок И можете им пользоваться как деньгами Наверное, это очень сложно Спасибо Вы должны беречь чековую книжку За нее вы несете ответственность Каждый месяц на нее вам будет начисляться определенная сумма Таким образом, вы сможете ежемесячно выдавать 10% ренты Мальвине, Дель Ольма и ее детям А я смогу покупать новую одежду? Это самое малое, что вы сможете сделать Но помните, что Сантьяго указал в завещании, что вы не должны меняться Думаю, что его родственники будут ждать, чтобы вы изменились Для того, чтобы от вас избавиться Они меня презирают И смотрят на меня, как будто я дерьмо собачье Я решила их поставить на место Не волнуйтесь Теперь вы должны жить с ними в одном особняке И если хотите, начните с завтрашнего дня А если они меня выгонят из дома? Они не имеют на это права Правда, Хоргей Лэйс меня иногда поддерживает Однажды он спас жизнь моему братику Но его мать готова меня проглотить заживо Мальвина будет плохо относиться к тебе Но ты должна быть сильной, чтобы суметь ей противостоять Девушка, которая стала жертвой Сантьяго И у нее нет поддержки со стороны родственников Не знаю, что на уме ее отца Но знаю, что он алкоголик И от него можно ожидать чего угодно Какой ужас! Я настаиваю уйти и жить в другое место Я буду зарабатывать и отдавать вам с мамой зарплату Это лучше, чем бороться с незнакомыми людьми Из низших слоев общества Все в порядке? Вот ваша чековая книжка для песо Другая для долларов Сберкнижка и ценные бумаги Откройте, это ваше Вау, какая кожа Думаю, что сейчас самое лучшее использовать сберкнижку Это самый простой способ для вас, чтобы получить деньги А какая из них? Вот эта Теперь я смогу снять кучу денег с этой сберкнижки? Да Я покажу вам как Ой, а это заберите, а то я потеряю Хорошо, давайте пройдем и снимем деньги Прямо сейчас? Да Тогда пошлите вы скорее Мне так нужны деньги, срочно! Вау, ну! Вам не верится? Честно говоря Да, сеньор, да лёльма Выбрал себе в жены эту бедную девушку И все должны принять сей факт Ты все еще здесь? Но я больше не могу этого выносить, Хорки Луис Она до сих пор не вернулась Успокойся, это должно быть она Да, это точно она Смотри-ка, сестра Неужели это наша мама? Что-то на нее не похоже Неужели так трудно пошевелиться, Адольфо? Это точно, мама, но как она изменилась? Но что, детки, что скажете о моем преображении? Я вам нравлюсь? Что-нибудь есть дома? Папа! 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 Росарио! Росарио! Какая жалость, что никому нельзя рассказать, что у меня так много денег Ух ты, никогда еще у меня не было так много денег Но теперь мне нужно найти место, где же их спрятать Ну, где же мне их спрятать? Адольфо, принеси остальные покупки из машины Да, сеньора Ты купила так много, мама? Я куплю еще больше, когда стану получать ренту Но вы еще не сказали, детки, как ваша мама выглядит Очень красиво, мама Теперь ты выглядишь моложе своих лет Я не узнал тебя, когда выглянул в окно, мама Я была в салоне красоты, и мне сделали маникюр А также я приобрела в ателье красивую одежду Я больше не грустная, страдающая женщина, которая ничего не могла купить из-за скупердяи Сантьяго Тебе я тоже кое-что купила, Хорхи Луиз Сюда положи, Адольфо Неси сюда А теперь давайте распаковывать подарки Поставь сюда это все Сынок, это тебе И это тебе И это тоже тебе И это Мама, мне не нравится, что ты творишь А Хорхи Луиз не партнер настроения Не огорчай свою мамочку А доченька, ты, надеюсь, не будешь надеть, как твой брат А это для тебя И это Ну, откройте, пожалуйста, детки Откройте Ну, неужели вам обязательно нужно испортить маме настроение В такой момент Пожалуйста, Хорхи Луиз, открой ей А настало время избавиться от бедности, которой мы терпели столько лет Даже несмотря на то, что нам придется терпеть продавщицу Я выиграю в этой битве Я сумею защитить наши интересы Я сильная И буду продолжать бороться с этой воровкой Надеюсь, здесь они не найдут мои денежки Надеюсь, Росарио не придет голову полить этот цветок А с этими деньгами Я смогу купить все, что захочу Наконец-то я смогу купить все, что мне нужно И где ты взяла деньги, чтобы купить только еды? Ван Мема уже пытается разнюхать, где я нашла столько денег Он увидел коробки с продуктами и стал допрашивать, где я взяла столько денег А рот у него не закрывается с тех пор Все жрет, да жрет Но я ему ничего не сказала Ай, хорошо, что он не догадался Где ты спрятала деньги Будем надеяться, что он их не найдет А где вы были? Я была у подруги, гадала ей на картах А ты ходила к адвокату, да? Но я никак не могу в это поверить И словно во сне мне выдали несколько чековых книжек Ценные бумаги, сберкнижку И теперь я смогу купить все, что захочу И даже новые одежды, представляете? Но я боюсь хранить деньги и документы у себя дома А я никогда бы не поверила, если бы сама с тобой не ходила к адвокату Слушай, тебе опасно прятать деньги дома Не говори ни Росарио, ни папе И тем более мема, где взяла деньги На такое большое количество продуктов А то они начнут искать и тебя обязательно обворуют Ай, я их обманул Не волнуйтесь, я сумею их обмануть Отгадайте, где я спрятала деньги, Донья Фила И где же? В цветочном горшке? С ума сойти И ты думаешь, они там в безопасности? А никто в доме не обратит внимание на этот горшок Теперь мне можно купить все необходимое для моей семьи Но так, чтобы не вызывать у них подозрений Спасибо Теперь мне нужно подумать, как я сделаю Чтобы купить все, что мне нужно Без того, что мне нужно Без того, что моя семья Ни никто не спит, что я имею в арталан Что ж, это что-то не доехали Что ж, это должно быть с дымом Но здесь немного сухие Цветок совсем засох Надо его полить Росарио, Росарио, стой! Что ты собралась делать, Росарио, остановись! Нет, нет, не поливай, пожалуйста, пожалуйста, не поливай, но он совсем засох. Ты намочишь мебель, пожалуйста, оставь! Остановись, не поливай, пожалуйста, стоп! Ну что с тобой, Мечи? Ты даже не даешь неспокойно палить цветок? Ты что, с ума сошла? Просто я не хотела, чтобы ты обмочила мебель. Послушай, а откуда у тебя столько денег на еду? Ты даже, я смотрю, горшок с цветком успела купить, хотя он нам совершенно не нужен. Ну, я просто купила немного еды и цветочек по дешевке, чтобы украсить нашу комнату. А откуда ты взяла деньги? Я и заработала. Тогда следи за растением, а то он умрет от засухи. Умрет от засухи? Что там известно о завещании Мальвейны? Она еще не звонила, но я знаю, что она его не дослушала. А я бы ее навестила. Но мне лень заводить мотоцикл. А может, наймем такси? А может, просто позвоним по телефону? А нет, тетушка Пас, я хочу лично поехать и справиться. А кто? А Мальвине или Хорхе Луисе? Понимай, как хочешь, тетя. Оставь это на завтра. Сегодня приедет с визитом Себастьян Ордонис. Привет, Мальярос. Привет, красотка, что заказываем? Цыплят, куриную печенку, а есть хорошие окорочка. Такие же аппетитные, как и твои, Сафира. Вот ты так считаешь. Привет, Мальярос. Чем могу угодить мечи-то? Мне нужно пару цыплят и курицу. А я смотрю, ты услышала мой совет, мечи. Бросила лотерею и стала зарабатывать другим способом. Какой еще совет, Сафира? А не притворяйся. Мальярос, дай мне все, что я тебя просила, и я поскорее уйду от этого змеиного языка. А тебе есть чем заплатить? Если ты мне не доверяешь, то я прямо сейчас могу заплатить тебе целых шестьсот тысяч песо. Ну давай, извешивай свою курицу. У меня много денег, клянусь. А, не верю. А ты можешь дать мне адрес своего любовника-миллионера? Какого еще любовника-миллионера? Нет у меня такого. Смотри, Мальярос, я тебе действительно заплачу. Смотри, какая у меня толстая пачка денег. У-у-у, я бы с тебя не взял ни копейки. Но почему? Потому что ты красотка. Ай, не надо меня так смущать. Ты такой же, как и латас. Ладно, давай то, что я заказывала. И я тебе заплачу. Давай сейчас. А я вижу, твой бизнес приносит тебе много денег. У меня не такой бизнес, как и тебе, Сафира. Я по-честному зарабатываю свои деньги. А не смеши, тебя все видели. Не надо судить людей по себе, Сафира. И мне плевать, веришь ты мне или нет. А глядя на тебя плохо верится, что ты способна заработать так много денег. Ты выглядишь как шарамыга. Просто мне повезло выиграть лотерею. Себастьян, я прошу тебя об одолжении. Что ты хочешь, Мистика? Отвези меня в дом Мальвины и Делюальма. Только не сейчас, Мистика. А ты можешь с нами не ехать, Этипас. Я хочу узнать, что написано в завещании Сантьяго. А ну что, едем, Себастьян? С удовольствием, Мистика. Не доверяй ей, Себастьян. Она искусно притворяется. Вы серьезно? Но я был бы самым счастливым человеком, если бы она меня полюбила. А я бы могла умереть спокойно, оставив ее на вас, Себастьян. Подождите немного, я помогу ей собраться. Ну что за дурацкая идея поехать до Мальвины именно сейчас? А я хочу увидеть Хорхе Луиса. А куда ты денешься, Себастьяна? Он мне не помешает. Какую игру ты ведешь, Мистика? Будь осторожна, а то потеряешь миллионера. Не волнуйся, тетушка Пас. Чего ты добиваешься, если поедешь к нему с Себастьяном? Я хочу спровоцировать ревность. Хорхе Луиса. Да. А также и Себастьяна. Тебе это кажется глупым? А не понимая, чего ты добиваешься. А мне это нужно. Это мой план действий. Какие вкусные запахи, Мисти! Я делаю куриный стейк. А для кого? Ой, наверное, богатые соседи заказали тебе приготовить еду за деньги. Какие еще соседи? Это все вам, мои дорогие. Неужели нам? Да, конечно. Теперь я зарабатываю достаточную, чтобы кормить вас каждый день вкусным ужином. А завтра будет то же самое, потому что я купила двух цыплят. И держу их у Дони Филы в холодильнике. А ты уверена, что они у ней не протухнут? Не пари чушь, а сырю. Хорошо бы так есть три раза в день. Больше всего на свете я люблю поспать и вкусненько поесть. Кто знает, если Бог и дальше будет нам помогать, то мы будем есть так вкусно каждый день. Ты останешься в машине. Не желаю зря терять времени, поэтому я пойду с тобой. А я не просила тебя его терять. Но я тебя очень люблю, моя драгоценнейшая мистика. Тогда прояви терпение. Ты играешь со мной, как мышка с кошкой, но не забывай, что кошка в итоге уничтожит мышь. Тогда закончим на этом. Ты приехала в дом человека, который не хочет тебя видеть. А не будь так в этом уверен. Вот увидишь, когда-нибудь он тебя разозлит, и ты выйдешь за меня замуж, чтобы ему отомстить. Но ему будет на тебя наплевать. Да вернешься. Вау, какая вкуснятина! Эй, малявка, не жи так много, а то мне ничего не оставишь. Пусть ешь, он и так худенький у нас. Откуда ты взяла столько денег, чтобы так нас вкусно накормить, дочка? Может, тогда дашь мне денег. Я работаю не для того, чтобы поощрять твои пороки. И никогда не дам тебе денег, папа. Все равно ты их потратишь на бухло. А потом будешь валяться в парке на траве и нас позорить. А если дам мема, то он проиграет их в бильярд. А где мема? Я его что-то давно не видел. Пришел утром, закатил скандал из-за того, что я не дала ему денег. Поел и опять ушел. Наверное, опять будет ночевать у своей девушки. Хочешь сказать, что ему пора жениться? Несчастной будет та девушка, которая с таким свяжется. Она будет точно очень страдать. Ну ладно, давайте, кушайте. А я смотрю, ты празднуешь, Мальвина. Он женился на наглой оборванке. Но я не буду это терпеть. Я намерена протестовать завещание. Если вам нужен хороший адвокат, то я вам его пришлю. Спасибо, дон Себастьян. У меня был один, но кажется, не очень компетентный. Кажется, ты сумела убедить этого оппортуниста. А где Хорхе Луис? В своей комнате, Мистика. У него небольшая мигрень. Кажется, он лег спать и сказал, чтобы его не беспокоили. Какая жалость, что вы не сможете его поприветствовать. Не думаю, что он спустится. Не думаю, что он спустится. Вы звонили, сеньора. Радан, скажи, бери не с почистить хрустали с Баварии. Отныне еда в нашем доме будет подаваться самой дорогой посуде. А сервировка моего стола будет самая элегантная в этом городе. Отныне ежедневно я буду составлять меню Побору. И все в нашем доме будет наищикарнейшим. Один момент. Ты должен носить новый фраг, который я тебе купила. Да, сеньора. Добрый день, мама. Собираешься завтракать? Нет, я проснулась пораньше, сыночек, чтобы навести порядок в нашем доме. Ты же знаешь, что в прошлом вечере у нас была связида Мистика? Да. Оно в компании миллионера Себастьяна Ардуанеза. Кажется, он по уши в нее влюблен. Это все, мама. Сегодня мы будем есть соответственно нашему высокому положению. И ты, наконец, займешь место, которое всегда должен был занимать во главе стола. Ой, мама, неужели мы будем каждый день есть из-за этого дорогого фарфора? Конечно, дочка. А почему ты не надела новую одежду, которую я тебе купила? Не волнуйся, мама, я буду ее носить. Но к чему все эти перемены? Это ныне так будет всегда. И давайте выпьем за наше счастье. Мама, а тебе не кажется это преждевременным? Нет. Мы должны быть уверены в своем триумфе. По крайней мере, я его не чувствую, мама. И неудивительно, что ты не доверяешь мне, Хорхе Луис. Но ты должен быть уверен, что я держу победу. Я не уверен, потому что ты не победила Сантьяго. А теперь Сантьяго мертв. И я сумею победить его. Лучше это хранить у вас, Доня Фила. Я и представить себе не могла, что лентяй Коросари вздумает поливать горшок. А неужели она собрала спалить цветок? Представляете, сколько бы денег я потеряла, то пусть недолго похоронится у вас, пока я не найду другое потайное местечко. А пока я буду приходить каждый день, когда они мне понадобятся. Конечно, милая, здесь они будут в безопасности. Знаешь что, девочка моя? Что? А местным жителям и твоей семье будет нелегко понять, откуда у тебя так много денег. Я сказала семье, что заработала. Невозможно замаскировать любовь, деньги и здоровье. Конечно, они тебе не поверят. Ай, плевать я на них хотела. Я не буду жить бедно только потому, что они сплетничают обо мне. Конечно, нет. Ай, Доня Фила, я так счастлива, что не могу сдержаться. А когда ты собираешься в тот особняк? Адвокат сказал, что сегодня проводят меня туда. Но я не хочу его беспокоить и сказал ему, что пойду туда одна. В дом с Вирипой Мымры. Хотя, что... Я не хочу встречаться с Хоргей Луисом. Но почему? Потому что... Только не говори мне, что ты в него влюбилась. Да, Доня Фила, я в него влюбилась. И давно? Недавно. А неужели это тот самый блондин, который приходил на праздник к Росарио? Да, это тот самый парень, который сдал кровь, чтобы спасти моего братика. Какое совпадение, Доня Фила. Он оказался двоюродным братом Сантьяго. Но когда я каждый раз приходила к Сантьяго, то ни разу там не сталкивалась с Хоргей Луисом. Это дело случаем. Но если ты его любишь, то почему не хочешь с ним опять встретиться? Тем более жить под одной крышей. Представляете? Он меня так ненавидит и постоянно меня оскорбляет. Тогда послушай, девочка моя. Выкинь из головы этого подонка. Раз он видит тебе только бедную и необразованную девочку, то ты не обращай на него внимания. Выкинь из головы, чтобы он был убран. Когда я сделал покупки? Нет, он сидит в своей комнате. Он буллин? Нет. Нет, он сказал, что до одиннадцати будет отдыхать в своей комнате И не выйдет до этого Какой ужас! Он сказал, что теперь свободен и будет жить в этом доме наравне с членами вашей семьи Господи, а мама знает? А нет Кто это? Что тебе надо? Как это что? Я хозяйка этого дома Но чего лупишься, пингвин? А ну, уступи мне дорогу, понял?